У нас сегодня тематика вроде бы по названию емко, антибиотика сырной диареи, но на самом деле будет взят только один небольшой фрагмент отсюда, касательно неоднозначных моментов, которые есть в клинических рекомендациях по терапии, то есть антибиотика сырной диареи. Ну, вначале, как всегда, у нас новости, и мы приглашаем в эфир Александра Валерьевича Веселова, бессменного ведущего раздела новости. Александр Валерьевич, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Слушаем вас, что же нового произошло у нас в сфере терапии, диагностики и профилактики инфекции. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Я в эфире сегодня, не в записи, хотя в отпуске, но тем не менее. Кое-что удалось собрать, и я начну с исследования, где оценивалась пероральная антимикробная профилактика, профилактика инфекции в области хирургического вмешательства после плановой колоректальной хирургии. Это многоцентровое, рандомизированное, двойное, слепое, плацебо-контролируемое исследование. Оно было проведено в 11 клиниках Франции в период с мая 2016 года по август 2019 года. Основной целью было исследование выяснить, снижает ли пероральная антибактериальная профилактика в качестве дополнения к стандартной внутривенной антибиотико-профилактике инфекции в области хирургического вмешательства после плановой колоректальной хирургии. Было включено 926 взрослых пациентов с запланированным колоректальным хирургическим вмешательством. Использовался орнидозол. Однократная доза 1 грамм. Группа это 463 пациента. Вторая группа плацебо, то есть только внутривенная профилактика. Это тоже 463 пациента за 12 часов до операции в дополнение, как я уже сказал, к стандартной внутривенной АБ-профилактике перед хирургическим разрезом. Основная конечная точка это доля пациента с инфекциями в области хирургического вмешательства. В пределах 30 дней после операции. Вторичные исходы это какие-то отдельные виды ИОХВ и тяжелые послеоперационные осложнения класс 3 и выше по классификации клавьен-диндо в пределах 30 дней после операции. Что получили коллеги? Из 960 включенных пациентов 926, достаточно большое количество, вошли в основной анализ. Средний возраст 63 года и 60% были пациенты мужского пола. Инфекция в области хирургического вмешательства в пределах 30 дней после хирургического вмешательства. У 60 из 4-63 пациентов, что составило 13% в группе пероральной профилактики. И посмотрите, у 22% 100 из 4-63 в группе плацебо. То есть там, где была только стандартная внутривенная профилактика перед хирургическим разрезом. Доля пациентов с системными инфекциями составила 4,8% в группе пероральной профилактики и 8% в группе плацебо. Доля пациентов с инфекциями в области органов и полостей, имеющих отношение к хирургическому вмешательству, то, что назвали organ space infection, 5% в группе пероральной профилактики и 8,4% в группе плацебо. Также статистически достоверное различие. И любые серьезные послеоперационные осложнения, это 9,1% в группе пероральной профилактики. И посмотрите, 13,6% в группе плацебо. Ну и в таблице мы видим, вот из того, что я, наверное, не перечислил, это то, что в группе пероральной профилактики реже встречал SIRS, сепсис или септический шок, и реже имело место несостоятельность анастомоза. Естественно, в обсуждении авторы говорят, что есть несколько ограничений данного исследования. Ну, к ним сразу был вопрос о том, а во всех листационарах вообще есть орнидозол? То есть, действительно ли доступен этот препарат для того, чтобы его вот так вот широко применять в данной ситуации? Ну, авторы говорят о том, что, уже не говоря про орнидозол, что, конечно, в протоколе большое количество пациентов, в принципе, практически тысяча, могли выявиться отклонения, но с учетом того, что это пероральная терапия, это одна доза, вряд ли здесь стоит говорить о том, чтобы была какая-то низкая комплоентность, она могла повлиять на результаты. Скорее всего, на результаты могли повлиять здесь какие-то проводимые процедуры с данными пациентами, в частности, механическая подготовка кишечника перед проведением хирургического вмешательства, то, что должно проводиться по протоколам, но проводилось ли оно во всех ситуациях, это исследователи не отслеживали, также они не отслеживали другие факторы риска, которые могли повлиять на развитие инфекции в области хирургического вмешательства, в частности, например, это контроль гликемии, или, например, проводилось ли оно популярно в Соединенных Штатах и Европе, это так называемые предоперационные ванны с целью дезинфекции кожных покровов у пациентов, для того, чтобы предупредить развитие инфекции в области хирургического вмешательства. Выбор также цефоксетина, здесь использовался именно он в качестве препарата для профилактики, также, скорее всего, по мнению авторов, является субоптимальным. Сложно сказать тогда, зачем они его выбирали, наверное, потому что выбрать один препарат, у которого есть антинаэробная активность, но которая, увы, сейчас ограничена появлением резистентных штаммов. Поэтому, ну, в общем-то, сказать здесь достаточно сложно, правильно ли бы выбран препарат, но тем не менее. И у одной трети пациентов это были ректальные операции на прямой кишке, которые, в общем-то, имеют свои некоторые особенности в плане факторов риска и течения, и риска развития инфекции в области хирургического вмешательства. Ну, вот здесь вот все-таки авторы говорят о том, что, скорее всего, не стоит здесь так заострять внимательно на том, что была особая группа пациентов, и, видимо, добавление препарата с антинаэробной активностью здесь оказало положительное влияние. Ну, и также они говорят о том, что в исследование не включались пациенты, у которых индекс массы тела был 35 и выше. Это, по сути, является одним из факторов риска развития инфекции в области хирургического вмешательства при абдоминальных хирургических вмешательствах в том числе. Ну, вот, в общем, то, что мы имеем по данным этого исследования. Статья находится в свободном доступе в журнале British Medical Journal. Исследование, интересное с моей точки зрения, где проводилась международная валидация инструмента с целью оценки риска развития инфекции, вызванной метисленорезистентным золотистым стафилококком при инфекциях кожи и мягких тканей. Авторы этого исследования до этого публиковали работу, где этот инструмент был достаточно хорошо описан. Ну, будем называть инструмент, подход, как угодно. Но в любом случае степень риска МРСА у пациентов рассчитывалась следующим образом. Инфекция колонизации МРСА в анамнезе 2 балла. Госпитализация в анамнезе. Антибактериальная терапия любая в анамнезе. Хроническая болезнь почек, внутривенное введение наркотиков, ВИЧ, СПИД, сахарный диабет с ожирением, каждый по одному баллу. Вот на основании этого авторы рассчитывали риск по бальной системе, риск развития инфекции, которая мог бы быть вызван МРСА. И целью уже данного исследования была валидация, то есть проверить, насколько практически работает данный инструмент в рамках международного многоцентрового исследования. Да, и в этом исследовании, кстати, принимали участие российские центры. Всего 7 центров. Многоцентровое, перспективное, когортное исследование с июля 2016 по марту 2018 года. Количественная прогностическая эффективность оценки частоты МРСА в процентах на основе наблюдательных или эпидемиологических исследований, степень риска по бальной системе МРСА и расчетная вероятность возникновения МРСА инфекции, то есть это проценты наблюдения, скорректированные по степени риску, оценивались с использованием площади под рог кривыми. Ну, это были изучены, естественно, рабочие характеристики, что делается всегда, когда исследуются какие-то прогностические правила или инструменты. Это чувствительность, специфичность, положительное прогностическое значение и отрицательное прогностическое значение различных пороговых показателей для степени риска при различной исходной распространенности МРСА в стационаре. Что было получено? Ну, можно сделать здесь сразу вывод о том, что степень риска МРСА и предполагаемая вероятность МРСА, степень риска на основании бальной системы и предполагаемая вероятность или расчетная вероятность были значимо более верными с прогностической точки зрения, чем процент или распространенность в рамках наблюдательных или эпидемиологических исследований. И степень риска МРСА, равная нулю от нуля до единицы, в общем-то, имела высокое прогностическое значение и могла помочь избежать ненужного эмпирического применения анти-МРСА терапии у нетяжелых пациентов. Ну, а в этом исследовании, в общем-то, было не так много пациентов, всего 203. Мы видим, что наиболее часто встречались раны, абсцессы и сочетание флегмона с абсцессом. Ну, и было понятно, что пациенты с более высокими баллами оценки риска, то есть МРСА скор от 1 до 4 баллов, у них чаще выделялся МРСА, статистически достоверные различия. Показатель площади под рог кривой для бальной оценки составил 0,748, и был значимо выше, чем показатель в рамках эпидоследования МРСА. Показатель площади под рог кривой для расчетной вероятности МРСА 0,781 был также значимо выше, чем процент в рамках эпидемиологических исследований, но он не был выше бальной оценки степени риска МРСА. И предполагаемое отрицательное прогностическое значение оценки риска МРСА в случае, если это от 0 до 1, превышало 90%, когда исходная распространенность частота возникновения МРСА в конкретном стационаре составляла 30% или ниже. Ну и справа мы видим графики, которые четко показывают вот эти зависимости, которые обычно в этих исследованиях при оценке прогностических правил мы получаем. То есть если у нас, например, МРСА-скор равен 1 или превышаем, мы имеем достаточно высокую чувствительность метода, 91%, при этом отрицательное прогностическое значение у нас стремится к 90%. То есть мы практически с уверенностью можем сказать, что у этого пациента, скорее всего, риск будет низкий. И абсолютно у нас противоположная ситуация в том случае, если у нас МРСА-скор 4 или более баллов. Мы видим, что у нас чувствительность падает, но при этом специфичность возрастает почти до 95%. Но в этой же ситуации у нас положительное прогностическое значение, то есть значение, которое позволяет говорить о том, что у этого пациента, скорее всего, высокий риск, находится на уровне 60%. То есть если отрицательное при низком балле – это практически 90%, то положительное, увы, здесь где-то на уровне только 60%. Поэтому именно данный подход, он, скорее всего, направлен на то, чтобы избежать ненужного применения анти-МРСА-терапии у данных пациентов. Авторы говорят о том, что, скорее всего, возможно, они не учли некоторые клинические факторы риска, они были пропущены или, например, они были в каких-то центрах представлены в меньшем проценте случаев, чем в других, поэтому, скажем так, гетерогенность какая-то определенная здесь присутствовала. К сожалению, перспективно не оценивалась колонизация МРСА, хотя четко было показано, что наличие колонизации МРСА в анамнезе имеет прямую взаимосвязь с более высоким риском развития в последующем МРСА-инфекции. Кроме того, данное исследование с целью того, чтобы выделить возбудители и подтвердить МРСА-этиологию, включало пациентов, где инфекции сопровождались гнойным отделяемым. То есть при, скажем так, сухих ранах в этой ситуации будет ли работать данное правило, сказать очень сложно. Ну и все пациенты, они, в общем-то, велись в разных условиях. Это могли быть и амбулаторные инфекции, и стационарные инфекции. И поэтому здесь достаточно, ну, скажем так, непонятно, какая доля пациентов из них, например, имела инфекции развившихся в стационаре, какие инфекции развились в амбулаторных условиях. Да, и здесь насколько будет четко работать правило вот у данных категорий пациентов, сказать сложно. Ну и, конечно, эпидемиологические данные, с которыми сравнивались, прежде всего, бальная оценка, они были взяты из Европейского центра по контролю по заболеваемости и ВОЗ. Но если мы посмотрим на эти проценты, в общем-то, это не касается только МРСА, мы увидим, что для отдельных стационаров эти цифры будут, ну, очень и очень разные. Поэтому вот брать вот такие вот обобщенные данные, которые представлены в отношении какой-то страны, может быть, даже если повезет города, иногда являются не очень точным в плане того, что эти цифры могут различаться с конкретным стационарным учреждением. Совсем буквально на днях в журнале Lancet опубликованы данные исследования Stream, его второй, ну, назовем ее стадией, наверное, или фазой, но лучше, наверное, вторая стадия исследования Stream, где сравнивались две схемы терапии, содержащие бедоквилин для лечения рефампицин-резистентного туберкулеза. Исследование Stream в своей первой стадии показало, что 9-месячная схема терапии рефампицин-резистентного туберкулеза не уступает non-inferior стандартной 20-месячной схеме, которая была рекомендована ВОЗ еще в 2011 году. Ну, и вот теперь было решено провести рандомизированное исследование третьей фазы для оценки не меньшей эффективности, но на inferiority в 13 клиниках в 7 странах у пациентов в возрасте 15 лет и старше с туберкулезом, который был вызван устойчивым к рефампицину штаммом, но при этом эти штаммы сохраняли чувствительность к вторхиналонам и аминогликозидам. Сложная рандомизация, здесь было 4 группы. Первая группа – это стандартный режим 20-месячной терапии, рекомендованный ВОЗ. Вторая – это контрольный режим, 9-месячный контрольный режим, который состоял из моксифуксацинок, клофазамина, тамбутола, пирозинамида в течение 40 недель, и с парантеральным канамицином, высокой дозой изониазида и протиономида в качестве 16-недельной интенсивной фазы. Третья группа, или группа ЦЕВРА, как она называлась в рамках исследований, это был тот же 9-месячный режим терапии, но он был пироральным полностью. То есть здесь включался уже бедоквилин, который замещал канамицин на протяжении 40 недель, а моксифуксацин заменялся на левофуксацин. Ну и последняя, четвертая группа – это 6-месячный режим, который включался бедоквилин, клофазамин, пирозинамид и левофуксацин в течение 28 недель. И также поддерживался высокой дозой изониазида и канамицином в течение 8 недель в качестве интенсивной фазы. Рандомизация была стратифицирована по центрам, статусу ВИЧ у пациента и количеству CD4 клеток. Основная конечная точка – это благоприятные и неблагоприятные исходы у пациента. Благоприятный исход – это отрицательный посев на микобактерии без предшествующего какого-либо отрицательного ответа к 76 неделям. Неблагоприятный – это смерть по любой причине, бактериологическая неэффективность или рецидив и какое-то значимое изменение проводимой терапии. Для демонстрации не меньшей эффективности верхняя граница в 95% доверительном интервале должна быть не менее 10% как модифицированной ITT-популяции, так и популяции в соответствии с протоколом. И в случае того, если удовлетворялось это правило, была попытка оценки превосходства, супериорити при демонстрации, как я уже сказал, не меньшей эффективности. Было показано, что оба режима, содержащие бедэквилин, 9-месячный пероральный режим и 6-месячный режим с 8-недельным курсом парантеральной терапии, то есть интенсивной терапии, имели более высокую эффективность супериорити в сравнении с 9-месячным режимом на основе парантеральной терапии с меньшим количеством случаев нарушения слуха. То есть, смотрите, достаточно большое количество пациентов, рандомизировано 588 из почти 1500 скринированных, благоприятный исход модифицированной ITT популяции составил 71% в контрольном режиме и 83% в режиме пероральной терапии. При этом здесь мы видим P у нас 0001 для критерия non-inferiority, то есть статистически достоверное различие. К 76 неделям у 108, то есть 53% участников группы контрольного режима и у 106, 50% в группе режима перороз были отмечены те или иные нежелательные явления третьей-четвертой степени. 2% участников в контрольном режиме и 3% в группе режима перороз скончались. Потеря слуха чаще у пациентов в группе контрольного режима в сравнении с режимом перороз, также статистически достоверное различие. Среди 134 участников модифицированной ITT популяции в группе 6-месячного режима у 91% был благоприятный исход в сравнении с 69% в группе контрольного режима. Ну и у 4% из 143 участников в группе этого 6-месячного режима имело место потеря слуха третьей-четвертой степени по броку. Ну, в общем, что здесь можно сказать? То, чтобы редаквилин, который, ну, по крайней мере, не знаю, насколько доступен, но он есть в реестре лекарственных средств, на текущий момент, по всей видимости, да, является хорошей альтернативой в том плане, когда пациенту необходимо использовать, возможно, использовать только пероральную терапию. Мы видим, что мы избегаем такого тяжелого нарушения, в частности, от применения аминогликозидов, канамицин, прежде всего, как нарушение со стороны слуха. При этом мы имеем благоприятный исход со стороны непосредственно самого заболевания, то есть ликвидации, выделения микобактерий и туберкулеза. Компания ГСК сообщила, что два исследования третьей фазы, ИГЛ-2 и ИГЛ-3, их нового экспериментального перорального антибиотика гепатидоцина, для терапии неосложненных инфекций мочеводящих путей, достигли своих основных конечных точек. Здесь я не буду подробнее рассказывать про это. Компания планирует получить одобрение FDA в первой половине следующего года. Сравнивался гепатидоцин, нитрофоронтоин в обоих исследованиях. Они применялись два раза в день в течение пяти дней. Пациентов с подтвержденной неосложненной инфекцией мочеводящих путей и патогеном, выделенным уропатогеном, который был чувствителен к нитрофоронтоину. Следует сказать, что еще в 2019, если я не ошибаюсь, и в 2020 году гепатидоцин завершил исследование ИГЛ-1, где он исследовался у пациентов с неосложненной урогенитальной гонореей и показал сравнимую эффективность со стандартной терапией, которая была представлена СЭФ, Триаксоном и Азитромицином. Ну и вот такая неприятная новость, которая появилась буквально вчера в отношении компании ГСК. Российский офис компании, увы, сокращает штат сотрудников. Я позволю себе процитировать. Это сообщает нам Фармбесник. Работникам предложили уволиться с выплатой компенсации. В пресс-службе компании сообщили, что меняется операционная модель в стране, остановлены все промоционные активности. Но в пресс-службе ГСК заявили, что компания продолжает свои работы, будет поставлять лекарственные препараты и вакцину в страну, чтобы обеспечить доступ к ним пациентам. То есть буквально цитата, мы меняем только операционную модель, информируем наших сотрудников, что мы продолжим работать в рамках непромоционной операционной модели. Работа в рамках непромоционной операционной модели означает, что мы приостанавливаем все промоционные активности. Ну и в текущий момент мы проводим индивидуальное обсуждение с нашими сотрудниками по поводу программы по добровольному прекращению трудовых отношений по соглашению сторон. Увы, вот такая вот ситуация в отношении данной компании в нашей стране. Двойная вакцина, новый подход, в общем-то, комбинированный вакцинацией, которую придумал Pfizer и BioNTech и начинает исследование первой фазы, однократной дозы вакцины на основе MRNK, которая будет направлена как против вируса гриппа, так и против, ну, наиболее распространенных на сегодняшний день, вариантов Omicron, BA4, BA5 и их подвариантов. Каждая из вакцин, естественно, создана на основе запатентованной платформы MRNK компания BioNTech. Период последующего наблюдения для каждого участника составит в общей сложности где-то 6 месяцев. Мы посмотрим, какие результаты будут получены. И я, наверное, выбиваюсь уже из времени, но я буквально кратко, я все забывал рассказать про эту новость, но это на самом деле очень интересно, потому что я не помню, была ли на наших вебинарах данная информация о том, что существует такая компания Matinos BioFarma, которая исследует и сосредоточена на улучшении внутриклеточной доставки нуклеиновых кислот и малых молекул с помощью своей персонально разработанной технологии доставки в виде таких, так называемых, липидных нанокристаллов. И здесь они работают с двумя препаратами. Первый – это амфоторицин-Б, второй – это амикоцин. В отношении амикоцина у меня информации нет, но здесь я хотел бы обратить внимание на четвертую когорту исследования, где использовался пероральная форма амфоторицин-Б. До этого вообще никаких исследований подобного рода не было, и которые показали очень хороший результат у пациентов с криптококковым менингитом. Двухнедельная выживаемость в когорте 4, пероральная полностью когорта, составила 95, это очень высокий процент, наверное, для криптококкового менингита, среди 40 пациентов. При этом средние показатели клиренса дрожей спинно-мозговой жидкости превысили ожидаемую предопределенную пограничную конечную точку более 0,2 колонне, образующих единиц на миллилитр спинно-мозговой жидкости в сутки. Сотрудники компании говорят о том, что показатели безопасности, переносимости и эффективности говорят о возможности более длительного применения, потому что все-таки к криптококковому менингите требуются достаточно длительные курсы терапии в отсутствии проявлений со стороны почек, токсических проявлений со стороны почек, и это можно будет делать в пределах 6 недель и более. Ну и данные по совокупной выживаемости в когортах 2 и 4, когорты 1 и 3, это были так называемые водные когорты, где только оценивалась безопасность данного препарата, предоставили клинические значимые доказательства безопасности и эффективности МАТ-2203 как для ступенчатой терапии, так и для полностью перорального режима терапии криптококкового менингита. И регистрационное исследование третьей фазы ожидается в первом квартале 2023 года. Ну и буквально сегодня хорошая новость от Минздрава. В свободной продаже в РФ есть широкий выбор антибиотиков на основе амоксицелина, оказывается. То есть все те разговоры, которые велись буквально на этой и прошлой неделе, о том, что в аптеках отсутствует амоксицелин, и да, амоксицелин, кумуланат, это неправда. Минздрав говорит о том, что у нас на сегодняшний день 13 миллионов упаковок отечественного производства, да, всего где-то 14,8, так что, в общем-то, мы в отношении амоксицелина имеем, ну, скажем так, хорошие запасы. Спасибо. Спасибо большое, Александр Валерьевич. Действительно интересные новости. Вот, кстати, гепатидоцин достаточно интересный препарат. Это, наверное, по-моему, будет первый нехиналоновый ингибитор топоизомиразы-2, да, то есть он по химструктуре является триазоациновтиленом и, в принципе, активен против грамотрицательной микрофлоры и грамоположительной микрофлоры, и предполагается, что он будет использоваться при инфекциях мочевых путей и также гонореи, да, то есть, ну, возможно, для ЭМП мы получим такую новую возможность, соответственно, ну, и к нему, возможно, развитие резистентности, да, то есть это уже показано, да. Александр Валерьевич, я, возможно, там несколько пропустил вот этот новый препарат для лечения криптокуфового менингита. Там исследование в монотерапии, да, то есть он назначается или как? Он может исследоваться как в ступенчатой, так и в монотерапии, то есть потому что, по сути, это амфо-3цин-Б и фармакинетические исследования, они показали, что это достаточно высокая концентрация. То есть мы сначала используем его, а потом дальше уже в ходе залечения. Вот как это будет дальше, пока сказать сложно, но то, что, знаете, в любом случае всегда подстраховывается при криптокуфовом менингите в плане опасности недостижения концентрации и развития вторичной резистентности, поэтому назначается комбинированная терапия. То есть как реально вот препарат, когда он появится на рынке, в какой схеме он окажется, сказать очень сложно сейчас. А у гриптокока проблемы с резистентностью тоже актуальны, да, получается? Да, конечно, конечно. То есть с амфо-3цин-Б более-менее благополучная ситуация, а с флуканозолом, 5-фторцитозином особенно здесь могут быть проблемы. Спасибо. Ну, коллеги, ну, как всегда, вопросы тогда в чате. Александр Ильич, вы пока не исчезайте, пожалуйста, я тут хотел бы пару совместных таких вот вопросов с Надеждой Анатольевной Зубаревой, которая, вижу, к нам присоединилась. Надежда Анатольевна, можете выйти в эфир, пожалуйста? Там дело в том, что первые две новости, они, в принципе, такие хирургические были, мне кажется, очень интересные. Надежда Анатольевна, как вы относитесь вообще к возможности пероральной профилактики, антибиотической профилактики и хирургии, вот что касается первого исследования, которое я демонстрировала? Ну, я вообще эту работу, которую я показывал Александр Ильич, я ее видела недавно, только посмотреть не успела, и пока вот он, значит, говорил, я эту работу просмотрела. Вообще, если говорить о рекомендациях ВОЗ по поводу профилактики, там к строгим рекомендациям относится следующее, что, значит, механическая подготовка кишечника без перорального назначения антибиотиков не должна использоваться в плановой колоректальной хирургии. Вообще, вот именно этот момент, он является таким достаточно, ну, спорным в отношении необходимости перорального применения антибиотиков как таковых. В данном случае, значит, просмотрев эту работу, было бы интересно, если бы авторы, которые приводят данные о чистоте, о локализации инфекций в области хирургического вмешательства, еще бы продемонстрировали ли этиологию этих инфекций. Ну, то есть, по большому счету, значит, мы даем антианаэробный препарат, да, уменьшаем антианаэробную нагрузку, и, в принципе, вот чего вообще хотим, чтобы уменьшилось количество инфекций, вызванных тем возбудителем, от которого препарат был дан. Ну, и, понимаете, это было несколько лет назад, было очень много таких работ, значит, в отношении перорального приема антибиотиков в колоректальной хирургии, значит, например, давали там макролиды и аминогликозиды за 12 часов до операции, а потом, значит, делали мазки с зоны анастомоза и писали, что там уменьшилось количество микробов. Вот я, честно говоря, не очень вот этот механизм сам по себе понимаю, вот почему это должно произойти. В работе действительно есть, они сами об этом пишут, что нет, есть некоторые ограничения в отношении влияния там механической подготовки кишечника, потом действительно операции на прямой кишке, хоть она тоже, в общем-то, относится там к колоректальной хирургии, но это отдельная совершенно зона с точки зрения инфекции. И, ну вот, если понятно, что там плацебо контролируемое, двойное, слепое, все вот, все хорошо, все замечательно, но вообще в целом мое отношение, скажем так, к пероральному приему антибиотиков вот в таком режиме для профилактики осложнений в колоректальной хирургии, оно сдержанное. Ну и с эфоксетин тоже как-то вот, с эфоксетином тоже не очень понятно, но у нас этих препаратов нет, мы их в руках не держали. Мы работаем либо амоксиклановым, либо вторхиналонами с метронидозолом парентерально, это вот такая стандартная практика. Ну вообще, что такая работа проведена, это интересно. Интересно, безусловно. Другой вопрос, что, конечно же, есть вот сомнения, что это должно прийти в какую-то широкую практику, на самом деле. Ну, работа действительно интересная, я думаю, что как вот для повышения уровня знаний, да, то есть... Нет, любые какие-то, любые новые исследования, любые новые вещи, они всегда интересны, и то, что, ну, действительно, это там двойное слепое, это не маскированное исследование, хотя зачастую иногда, ну, мы же с вами прекрасно знаем, мы участвуем там, вот, типа, в двойных слепых исследованиях, а все равно при желании, значит, там, можно подсмотреть, какой препарат больной получает. Ну, какой препарат больной получает, естественно. Мы так не делаем. Ну, возможно, такая есть. Надежда Анатольевна, и вот по второй статье касательно МРСА, вот, ну, в принципе, опять-таки, работа действительно, она интересная, но, как вы считаете, вот на практике кто-то будет действительно надпользоваться вот выводами из этой работы, да, то есть вот чтобы оценивать риск наличия МРСА-инфекции, да, по этой табличке? Ну, понимаете, все ведь зависит от, скажем так, от мотивации людей, от желания что-то делать или не делать. В принципе, показатель, частота встречаемости МРСА в различных стационарах, она, она отличается. И вот, например, у нас в стационаре вот потихоньку частота МРСА увеличивается, потому что, ну, среди пациентов, прежде всего, с парапротезными инфекциями в ортопедии и в сосудистой хирургии. Нужно ли оценивать, скажем так, факторы риска? Ну, есть у нас, так скажем, СКАД, есть у нас какие-то другие критерии. Я вообще сторонник за быструю, качественную микробиологическую диагностику. Как скрининг, наверное, да. Да, ну, я стерневаю, что здесь были, как бы, вот пациенты такие из травматологии ортопедии, вот в этом исследовании. Ну, вот, я вот сколько не видел работ по оценке факторов риска, всегда есть, мне кажется, проблема с имплементацией на практике этих факторов риска. Очень уж они получают часто такие специфичные для отделения стационара. Ну, я смотрю, здесь в соавторах есть у нас профессор Шляпников, да, то есть надо ему будет позвонить, спросить у Сергея Алексеевича, значит... Да, Анна Николаевна есть. Что? Анна Николаевна есть, Катчерян. Да, да, Анна Николаевна есть, да, Анна Николаевна есть. Ну, это приятно всегда, когда... Да, конечно. Я не мог не рассказать. Нет, конечно, это тоже всегда, всегда все интересно. Ну, ладно, коллеги, давайте с новостями тогда, значит, закончим, а то, думаю, что у нас Эдуард Анатольевич... Да, Эдуард Анатольевич подождался с удовольствием. Да, с удовольствием. И просим подключиться к нам, Эдуарда Анатольевича. Александр Ильич, вам огромное спасибо. Мне кажется, интересная подборка новостей. Так, ну, презентацию Эдуарда Анатольевича вижу, самого Эдуарда Анатольевича пока... А, вот вижу, да. Эдуард Анатольевич, приветствую вас. Взаимно. Пожалуйста, расскажите нам, какие там дискутабельные моменты есть в рекомендациях касательно терапии антибиотиков с Эдуарда Анатольевича. Спасибо, Андрей Владимирович, за приглашение. Уважаемые коллеги, добрый вечер. Ну, примерно около 10 лет назад, вот, американские центры контроля и предупреждения заболеваний ранжировали часть, так сказать, возбудителей инфекции по степени угрозы в клинической практике. Вот такой инфекции, вызывающей озабоченность, были, например, ванкомбицино-резистентной стафилококке. Инфекции, которые были названы серьезными, это была полирезистентная цинетабакта. А вот в качестве неотложной угрозы, наряду с некоторыми другими, на верхней строчке, оказалась клостридия дефицеля. Ну, возможно, можно было посчитать, что это какой-то такой протуберанец. Вот на этот период они вот так вот посчитали. Но, на самом деле, через 6 лет оказалось примерно то же самое. То есть, клостридия дефицеля была квалифицирована как неотложная угроза. Более того, она была расценена как наиболее частая инфекция, связанная с оказанием медицинской помощи в Соединенных Штатах. И в точности так же, как лидирующая причина антибиотикоассоциированных гастролитациональных заболеваний. То есть, все достаточно серьезно и стабильно. Ну, для Соединенных Штатов это неудивительно, что у них так все это такая серьезная настройка. Потому что, если мы сравним вот частоту инфекций по среде дефицеля в ряде стран, то видите, что американцы очень серьезно вырвались на первое место. Правда, тут еще и Польша достаточно хорошо выглядит, Германия. То есть, вот это действительно серьезно и, по-видимому, заслуживает серьезного внимания, что, собственно, и происходило и происходит в настоящее время. Ну вот, обратите внимание, что помимо того, что вообще-то это высокий уровень, 500 тысяч случаев в год. Более того, значит, посмотрите, нарастает количество диагностируемых случаев клостридиальной инфекции, клостридиом дефицеля в амбулаторной практике, у амбулаторных больных. Но что мне кажется наиболее таким серьезным и интересным, это, что достаточно часто и стабильное количество число рецидивирующих инфекций. Потому что именно рецидивирующие инфекции вызывают наиболее тяжелые ситуации, наиболее, так сказать, неприятные, опасные для пациента. Почему, собственно, возникает вот эта клостридиальная инфекция, антибиотико-ассоциированная диарея, псевдомембранозный калибр? Все достаточно просто. Нарушаются конкурентные отношения в толстом кишечнике. Клостридиодефицеля обычно присутствует, или в виде спора, или в виде вегетативной формы, но она подвергается мощнейшему прессингу со стороны основной флоры. Посмотрите, вот основных таксономических групп 5, но особенно 90% вот этой флоры занимают бактероиды, фермикуты, которые подавляют рост клостридиальной инфекции, клостриди, вернее, и не дают им проявиться в реальном клиническом варианте. Более того, посмотрите, какие еще конкуренты. Это и нутриенты, это метаболиты хозяина, это бактериальные продукты различные, это антимикробные пептиды, присутствующие в толстом кишечнике. То есть, действительно, клостридиодефицеля находится под серьезным давлением и остается где-то там в зачаточном состоянии. Более того, обратите внимание на это, ну, как бы тоже я даже не знал, что существует столько желчных кислот до того, как начал готовиться к этому докладу. Посмотрите, вот так называемые вторичные желчные кислоты, я специально здесь они зелененькие, это у лабораторных животных, а это вот у человека. Так вот, это и деоксихалат, это литохалат, это урсодезоксихалат. И они, во-первых, они мешают переходу споровой формы в вот этой герминации, прорастанию спор в вегетативную форму, но еще более того, они препятствуют дальнейшему развитию и размножению вегетативной формы. И вот это совместное давление обычно, так сказать, реализуется в том, что у большинства людей клостидиальная инфекция, в общем-то, не развивается. Но ситуация меняется, когда больной начинает получать антибиотики. Ну, это достаточно давно известно, я не буду говорить об истории, там вот линкозомиды, там еще в 80-х годах, это цифалоспорины, да и любое, почти любая антибиотикотерапия может вызвать вот эти нарушения внутри, межмикробных отношений в толстом кишечнике. И вот посмотрите на работу, на которую, честно говоря, я бы, как председатель комитета по этике нашего университета, разрешение бы никогда не дал. Но вот тут люди оказались смелыми. Значит, я когда посмотрел, удивился, что тут происходило. Но, тем не менее, вот там пуча авторов, и у меня есть такое впечатление, что некоторые из авторов попробовали это дело на себе. Там попробовали на 12 людях, и вот обратили, что делали. Значит, в 4 дня давали коктейль, так сказать, антибиотиков, ну, последнего резерва. Это был коктейль из меропенема, гентамицина и, на минуточку, ванкамицина, которым лечат, собственно, антибиотико-ассоциированную диарею. И после этого, 180 дней, полгода, этих людей наблюдали. Вот этих людей, несколько человек. Что произошло? И они ухитрились, этих 12 человек, разделить на 4 группы. Значит, часть из них, они определили как выздоравливающие. То есть, после некоторого резкого падения общего количества флоры и ее разнообразия, более или менее, так сказать, реанимировалась ситуация и достаточное разнообразие флоры, близкое к тому, что вот тем вот этим таксономическим группам, и ее количество, в общем, все это выглядело относительно неплохо. Вторая группа, сколько там уж человек у них было, сейчас я не вспомнил, колонизация, новая колонизация. То есть, в начале резкое падение, опять-таки, микробиоты, и затем постепенное восстановление, хотя вы сами видите, и разнообразие, и количество здесь намного уступает тем, кто воспринимался как выживающий. Оппортунисты, у которых вначале вроде бы возникло, вроде бы возник, флора, так сказать, начала восстанавливаться, а потом снова наблюдалось падение. И, наконец, так называемые лузеры, у которых резко упало количество, так сказать, разнообразие флоры, ее количество, и, обратите внимание, полгода не восстанавливалось. Я вообще, это, по сути дела, это, на какой-то мере, преступное исследование. Ну, может быть, они делали это на себе, тогда это, так сказать, жертва, самопожертвование ради медицины. Но это очень хорошо иллюстрирует. Четыре дня, правда, мощные антибиотики, четыре дня и полгода нарушения микробиота кишечника. Значит, ну, а мы же с вами знаем, мы с вами знаем, что и недели, и две, и три, и иной разы и дольше больные получают антибиотики, ну, и, соответственно, можем представить, что у них в этом плане делается в толстом кишечнике. Что при этом происходит, когда развивается вот клостридиальная инфекция? Вы помните, что клостридия дефицита уделяет два основных токсина А и Б. Но давайте начнем с Б, потому что, как бы, он имеет несколько более принципиальное значение. Вот, соединяясь с липопротеиновым рецептором клетки кишечника, он создает условия для, так называемой, формирования в начале приопоры, в которую может проникнуть уже и токсин А, возникает эндоцитоз, и потом, попав в стенку клетки кишечника, возникает вот это формирование настоящей поры, и начинает развиваться вот это токсическое действие обоих токсинов и Б, и А. Ну, с известной нам клинической картиной, может быть, просто такое, так, скажем, воспаление сирозное, вот эти самые бляшечки, которые называют псевдомембранами, а может быть, и гнойное поражение в зависимости от тяжести. Вот у нас были случаи, когда целая серия пациентов в онкодиспансере, ну, это было несколько лет назад, погибло от пластидиальной инфекции, то есть, все это выглядит очень серьезно, а клинику мы с вами хорошо знаем, многочисленные, многочисленные дефекации плюс септическое состояние, если так сказать, в двух словах, в учетом дефицита времени. Ну, и вот, видимо, потому что вот этот самый токсин Б является триггером вот этого всего, начала токсического действия по 3D дефицине, сейчас вот появилось моноклональное антитело, такое безлотоксумаб, зенплава, для как бы профилактики рецидива. Вроде интересная вещь, но, во-первых, во-первых, это исключительно в случае того, когда до больного нет признаков инфекции, пластидиальной инфекции, только для профилактики рецидива, который, скажем так, вероятен. Чем-то это мне напоминает действие вот этих моноклональных антител против ковида. Значит, для лечения не используется, то есть, если клиника клостридиальная, эта инфекция не используется, беременным противопоказан. Ну, естественно, думаю, я пытался найти стоимость этого безлотоксумаба, в свободной, так сказать, в доступной литературе не увидел, хотя, ну, старательно искал, может быть, вот мне подскажут в Смоляне. Но любимая мной фирма МЭРК вроде как дешевых препаратов не выпускает. Поэтому думаю, что это достаточно дорогое удовольствие. Но это, так сказать, преамбула. Теперь вернемся к тому, что же на самом деле делается. И раз мелькали там, даже, по-моему, я назвал немножко свое выступление по-другому, но там что-то было о рекомендации. Ну, рекомендаций достаточно много. Они не очень свежие. Это и наши отечественные рекомендации. Ну, вот, если говорить, так сказать, о времени выпуска, о хронологии, то, пожалуй, последними были изданы американские рекомендации, по которым мы с целью дальнейшего разговора немножко так пробежимся. Значит, посмотрите. Первый эпизод. Правда, они ничего тут для себя сверхъестественного мы с вами не найдем. Первый эпизод может быть легким, средней тяжести, тяжелым или фульминантным. В случае вот легкого и средней тяжести, так сказать, вот в этом первом случае, универсальным препаратом, как нам хорошо известно, много лет является ванкомицин, предлагается там же фидаксомицин, только для легких и случаев средней тяжести предлагается метронедозон. Если речь идет о фульминантном течении, то уже ни о каком фидаксомицине речь не идет, а вот то, что много лет мы учили, это чему мы учим и учили во всяком случае студентов, это вот ванкомицин перорально, 4 там раза в день, вот этими разделив содержимое флакончика на 8 частей, плюс внутривенно метронедозон, плюс, естественно, все меры, поскольку там септическое состояние, классические меры борьбы с сепсисом, наряду с антиинфекционной терапией. Если все, в случае вот нефульминантного течения, все более или менее хорошо, то терапия длится 10 дней, если там не так хорошо, она продляется до 2 недель, особенно если там в начале лечили метронедозон, то обращаем внимание опять-таки на ванкомицин и лечение примерно напоминает вот фульминантное течение, то есть в основном речь идет о ванкомицине. Теперь вот, то есть это был так называемый первый эпизод или то, что мы называем острое течение, первый раз у больного все это произошло, а потом начинается рецидивирование, которое они называют в американских рекомендациях вторым эпизодом, и вот мы видим опять-таки что? Опять ванкомицин, возможны различные варианты ДОС, приспособление ДОС по тяжественному состоянию, и опять-таки вот этот федаксомицин, который был, может быть, конкурентом ванкомицину, особенно если ванкомицин использовался в начальных эпизодах, а вот если третий и последующий эпизод, то есть второе рецидивирование или даже позже, опять-таки тот же ванкомицин, там парорально, вот тут мелькнул рефоксимин, о котором раньше разговора не было, опять-таки федаксомицин, и вот посмотрите, только при последующих, так сказать, эпизодах, втором и более, даже третьем и более иногда, вот возникает слово трансплантация фекальной микробиоты. Ну, федаксомицин, если вдруг кто-то не вспомнит, это антибиотик макролитного ряда, он имеется, в нем имеется такое популярное торговое название, и мы о нем еще поговорим. Прошло два года после вот этих выпусков, этих последних вроде как американских рекомендаций, и у ряда исследователей возникла неудовлетворенность, и они предложили, как они считали, оптимальную стратегию для лечения. В чем заключалась эта оптимальная стратегия? Значит, начальный, первый случай, никакого ванкомицина в нетяжелых случаях, только федаксомицин, тяжелые и фульминантные случаи они объединили, и вот тут-то появился ванкомицин, и никакого метронетазола, значит, первый рецидив, никакого ванкомицина, только федаксомицин, и, наконец, следующие рецидивы, только трансплантация фекальной микробиоты. Ну, можно, до какой-то степени их можно понять, потому что они, видимо, опирались на часть исследований. Вот одно из таких резонансных исследований, оно называется Саншай. Правда, там смотрели, сравнивали федаксомицин с ванкомицином у детей и подростков. Значит, что и решили, что федаксомицин работает явно лучше, вот, может, поэтому его, видимо, видите, стали так активно продвигать. Значит, посмотрите, вот здесь, вот это федаксомицин, вот ванкомицин. Значит, после, через два дня, после курса лечения, все-таки, несмотря на то, что не так все это ярко, но тем не менее, склоняется в пользу федаксомицина, по поводу рецидива в первые два дня, прошу прощения, в первые 30 дней, у ванкомицина они явно чаще, тут, как говорится, конкуренция явно в сторону, не в сторону ванкомицина, и, наконец, общий уровень выздоровления через 30 так же дней в пользу федаксомицина. И таких исследований еще парочку можно найти. Что меня немножко смутило, там огромное количество авторов, и среди них, надо сказать, ведь не забываем, что этот самый федаксомицина, это препарат нашей любимой фирмы Астеллосфарма. Так вот, несколько авторов, среди вот этих авторов исследования, они это прямые сотрудники фирмы. Я не хочу никого, ни в чем не хочу подозрять, но мы все равно, мы немножко говорим о конфликте интересов, и вот тут у меня немножко так поджимается, что уж как-то вот, что напрямую сотрудники фирмы в исследованиях вроде бы задействовать, задействовать быть не должны. Тем более, посмотрите, вот там федакс, ванкомицин вообще исключен из борьбы с рецидивированием. Вот, пожалуйста, работа очень свежая, вот несколько месяцев назад вышла, люди посмотрели действия ванкомицина вот как раз в отношении рецидивирования, то есть для вторичной профилактики клостридиальной инфекции, и нашли, что он вполне себе работает и неплохо работает, отношение шансов 0,52, то есть полове, так сказать, эффективен как минимум в половине случаев. Ну и теперь давайте, наверное, посмотрим что-то более масштабное. Вот посмотрите, исследования были опубликованы примерно тогда же, тогда, когда вот эти писались последние американские рекомендации. Вот первый метаанализ, 24 исследования, почти 5,5 тысяч пациентов и 13 вариантов лечения. Уж где них откопали 13 вариантов, я не знаю, но тем не менее, вот в большинстве случаев там все, конечно, сравнивалось с ванкомицином, который, если вы обратили внимание, вот в рекомендациях, о которых мы говорили, там же слово ванкомицин встречается неизмеримо чаще, чем все остальные в различных клинических ситуациях, в различных вариантах использования. Так вот, для, обратите внимание, для, так сказать, для стойкого симптоматического лечения федаксомицин и, обращаю внимание, не встречавшиеся до сих пор слова тейкопланин были достоверно лучше, чем ванкомицин. Причем, если говорить о соотношении шансов, тейкопланин выглядел даже еще и получше. Значит, вот это такой метаанализ. Но более интересный, как мне кажется, был почти в это же время опубликован, как Рейновский метаанализ. Ну, то же самое, 22 исследования, больше 3000 пациентов. Обратите внимание, все-таки оценили вот те исследования, которые, по качеству их, которые они брали в метаанализ. но поскольку зелененьких и крайне, в случае желтеньких все-таки кружочков больше, то похоже, что они, в общем, посчитали, что неплохо деланы исследования, хотя по некоторым параметрам их были действительно и такие, и недовольство этим исследованием. Опять-таки, 12 разных антибиотиков, один из них ЛФФ-517, что это такое, я так и не, честно говоря, не узнал. Ну вот посмотрите, ванкомицин красным я, естественно, выделил то, что как минимум употреблялось или употребляется в плане рекомендаций, кроме, конечно, тейкопланина. Так вот, ванкомицин, метронидозол, фузидиевая кислота, нитоксозид, не буду все перечислять. Обратите внимание, вот это рифектимин, мелькаджи, тейкопланина, бацитроцин, кадазолит и федаксамицин. В большинстве случаев с препаратом сравнения был ванкомицин, что исследовало ожидание. Значит, ну, во-первых, они не получили четких, не могли сделать четкого заключения в отношении эффективности лечения антибиотиками в тяжелых случаях, поскольку большинство, поскольку большинство исследований проходило на пациентах легких и средней тяжести. Но обратите внимание, у них тоже, по их данным, тейкопланина мог быть более эффективным, чем вазкомицин для достижения симптоматического успеха. Значит, они заключили, что исследования, сравниваемые два наиболее дешевых антибиотика, метронидозол и подчеркивают тейкопланина, являются интересными. Вот здесь впервые, так сказать, разговор зашел о деньгах. Я, так сказать, думаю, что аудитория насторожилась. Да что такое, извините, на секундочку. Артем, извини, я не могу говорить, я тебе перезвоню. Значит, посмотрите данные по стоимости. Это они привели свои западные данные, с нашими они полностью могут не совпадать. Метронидозол курс лечения 13 долларов. Ванкомицин что-то очень дорого, где-то 180 или этого. Значит, Федаксомицин на минуточку 3,5 тысячи долларов за этот же 10-дневный курс. А вот Тейкопланин где-то около 84. То есть, Федаксомицин, конечно, из этой линейки выбивается в 40 раз дороже он этого Тейкопланина. Поэтому тоже вот это заставляет насторожиться. С учетом того, что большой разницы, видите, невозможно понять, особенно в тяжелых ситуациях, какой антибиотик лучше. И вообще, вроде бы, они не получили такой уж большой разницы. И вот поэтому Тейкопланин мне показалось, что вот как-то он несправедливо обижен. Причем это так совпало. Вот тут Андрей Владимирович почему, собственно, я думаю, даже меня пригласили поговорить об этом. Я туда отправил пару обзоров на эту тему Андрею Владимировичу. И вот, ну уж, напечатать, не знаю, на это самое, но выступить пригласил. Так вот, недавно, вот с случайным совпадением, если кто-то помнит, то регулярно посещает вот эту площадку, значит, было целое специальное заседание, специальный разговор именно о Тейкопланине, который оказывается очень симпатичным антибиотиком. Ну, я часть, парочку слайдов, которые здесь показываю, были на этом, вот тогда вот, месяц-полтора, что ли, это было. Ну, вот это как он работает, так же, как он комицин, блокада транспептида, нарушение, там, структуры клеточной степки микроба. Вот, как вишка на торте, я не помню, был ли этот слайд, но, по-моему, был. Это вот, что он еще и обладает, на минуточку, противовирусным действием, чтобы у ковида, конечно, сразу всех насторажить. А вот этой картинки там не было. А вот эта картинка как раз сравнивает эффективность Тейкопланина и ванкомицина, так сказать, с бактериологической точки зрения, как раз по влиянию кластриюм дефицели. Вот были взяты два штамма кластрии дефицели и сравнивали действия Тейкопланина и ванкомицина, ну, в одинаковых концентрациях. Обратите внимание, что в первые три часа разницы вообще с контролем не было. А вот спустя сутки и ванкомицин и тейкопланин существенно нарушал размножение и того, и другого штамма. На один штамм немножко лучше действовал ванкомицин. Видите, меньше, меньше, ничего ниже количество проросших там штаммов. Значит, в другом случае действовал лучше тейкопланин. Но если сравнить концентрации, вот они, то видно, что в сравнении, посмотрите, что действие тейкопланина было явно, так сказать, ярче, чем действие ванкомицина. То есть, в таких экспериментальных, четких условиях бактериологической лаборатории. Ну и вот, мне вспоминается, по-моему, Лайон Исполин сказал, или какой-то нобелевский лауреат сказал, когда-то пошутил, что гены представляют интерес для генетиков. Так вот, я это переделал, мне кажется, что лекарства представляют интерес для врачей. И вот тейкопланин, другой гликопептид, так сказать, от того, что мы посмотрим на его структуру, ничего не изменится. Он должен представлять интерес и, возможно, даже должен служить кандидатом для включения в рекомендации. Почему? Это очень, так же, как ванкомицин, это очень старый антибиотик. Но с первого же дня его появления, так же, как и для ванкомицина, установленным показанием его была антибиотика, ассоциированная диария, связанная с последним дефицитом. Уже давно-давно, в отличие от ванкомицина, который вот флакончик надо делить на части, имеется пароральная форма выпуска, в том числе и в отечественной практике. У него сравнение с ванкомицином явно ниже токсический потенциал, в частности, если говорить о нефротоксичности. И, наконец, мы уже видели, что в сравнении с федаксом и цином, который изо всех сил продвигается как основной препарат при антибиотике ассоциированной диареи, этот препарат еще в 40 раз дешевле. То есть, в общем-то, как бы, есть тут о чем подумать, давайте так скажем. Вот это тот первый фрагмент, о котором мне хотелось поговорить. Второй фрагмент, я снова, так сказать, обращаю ваше внимание на вот эту микробиоту кишечника. Вот, мы уже с вами поговорили о нарушении конкурентных взаимоотношений, вот как развивается инфекция связанная с плотриидиум дефицели, снижается разнообразие микробиоты, снижаются вот эти самые бифидобактерии, возник нарастают энтерококки, энтеробактерии и так далее. Значит, при этом, естественно, вот виновата вина антибиотиков, мы с вами как бы ее обсудили, но, кроме того, в качестве фактора риска отмечены инфекционные поражения кишечника, тоже неспецифически язвенный наколит, который тоже уменьшает разнообразие мокроты, усиливает, уменьшает образование основных групп 90%, которые стали бактероидами и фермикутом, и вызывает рост протеобактерии другой флоры. Естественно, пожилой возраст фактор риска, и вот применение препаратов ингибиторов протона и помпы. Но вот тут я специально хотел говорить, я не стал приводить эту работу, но недавно я смотрел большой китайский метаанализ, вроде бы, они вроде бы пытаются реабилитировать вот эти ингибиторы протонной помпы в качестве фактора риска антибиотико-ассоциированной диареи. Поэтому вопрос, так сказать, о блокадах протонной помпы так жестко может быть и не идет. Ну и что в данном случае, и вы помните, обратите внимание, что когда мы говорили о трансплантации фекальные микробиоты существуют, в ряде рекомендаций их вообще нет. А вот в американских этих 18-го года рекомендаций и в той попытке их исправить, так сказать, модифицировать, которые мы с вами видели, она есть только в случае рецидивирования вот этих, только в случае рецидивирования. Ну а что она делает? Опять-таки вот она повышает те микробы, которые составляют обычную флору толстого кишечника и снижают то, что ей не характерно. То есть восстанавливает реальные нормальные взаимоотношения. Ну вот эта картинка мне очень нравится. Тут написано, что микрофотография человеческих испражнений, которая показывает, что в них много, что в испражнениях много бактерий. Кто бы сомневался? Но я показываю эту картинку совсем не для этого, а вот для вот этой длинной фразы. О чем она? Значит, работа 2017 года, и поэтому авторы пишут, что как раз в течение четырех лет FDA сражалась в отношении регуляторного, так сказать, регуляторной оценки вот этой атплантации фекальной микробиона. Причем в мае, обратите внимание, в мае 2013 года FDA объявила, что метод это, по сути дела, биологический продукт, и до того, как его начать применять, должна быть обычная процедура, первая, вторая, третья фаза, то есть в лучшем случае годы, а в лучшем еще дольше. То есть вот так вот к этому относились. То есть, по сути дела, метод мог погибнуть. Обратите внимание, прошло два месяца, не два года, а два месяца, и под давлением, с неудовлетворенностью, решением вот этой FDA, неудовлетворенностью как врачами, так и пациентами, FDA решила, что все эти процедуры делать не надо, что эти требования не нужны, и разрешила врачам делать вот эту самую трансплантацию и, так сказать, тем, кто организует банки вот этой фекальной микробиоты или, как они назвали, столбэнкс. Вот так вот, почему так легко уступило, уступило, сдалось? Кто-то, если здесь помнит, помните тот самый Мюнхгаузен, когда губернатор говорит, что когда Мюнхгаузен, что то, что Англия признала Соединенные Штаты, о чем я сейчас очень жалею, это совпадение, ему губернатор говорит, что вы хотите, Англия сдалась, вот FDA сдалась, так быстро и легко, потому что действительно, видимо, метод уже тогда оказался очень продуктивным и сопротивляться его введению, ну, было, как говорится, себе дороже. Как работает трансплантация? Ну, с вами уже видели из этой схемки, ну, если кому-то приятно посмотреть на картинку, вот она, микробиота рецепиента, вот мы добавляем донорскую микробиоту, которая восстанавливает нормальные соотношения, плюс вот эти упомянутые нами по-прежнему попадающие в толстокишечник вторичные желчные кислоты, делают свое дело, и в общем, вся ситуация восстанавливается больной, как бы, выздоравливает. И это замечается сначала относительно, ну, относительно так, более или менее робко. Вот работа какого, 17-го года, она называется фекальная микробиота, трансплантация фекальной микробиоты в тяжелых, и в тяжелых, и осложненных случаев инфекции кластридиум дефицит. И она называется многообещающий лечебный подход. Еще бы он был немногообещающий. Посмотрите, наблюдается 20 месяцев, и эффективность применения метода 80% на протяжении этих 20 месяцев. Это не то, что многообещающе. Но дальше, как говорится, продолжаем в этом более таком серьезном варианте. Посмотрите, вот здесь естественно трансплантация фекальной микробиоты сравнивалась с ванкомицином, применением ванкомицина. Что, собственно, и говорит о том, что именно ванкомицин является чем-то ключевым антибиотиком. Когда его, когда этот сеанс трансплантации делают один раз, то явно это работает лучше, чем ванкомицином, но все-таки вот здесь какие-то сомнения, судя по вот этому анализу возникает. А уж когда там делают повторный не один раз, то тут уже никаких сомнений нет в плане эффективности и забегают вперед, откровенно говоря, безопасности. вы видели, вы видели, что в том коктейле, который уничтожал микробиот у здоровых людей наряду с меропинемами, что там еще было, гентомицином, был еще и ванкомицин. То есть явно, так сказать, тут по безопасности должно быть получше. Ну и, конечно, надо смотреть дальше. Обожите, по-моему, у меня проскочило. А, нет, нет, этот метаанализ 20-го года. А вот метаанализ этого года только что, так сказать, несколько месяцев назад опубликован. Немножко больше, немножко больше исследований. Два разных способа оценки. Один там, не буду в это вникать, математически разные способы обработки. Но суть одна и та же. Эффективность не то, что 80, а 88%, то есть почти 90%. Вот какой результат двух метаанализов. Вот причем самых последних. То есть время, как говорится, работает на вот эту методику. Причем вот из этой, обратите внимание, это фрагмент предыдущей тоже работы. Вот здесь речь идет о успешном лечении тяжелой инфекции и фульминатной. Обратите внимание, не какого-то рецидива после того, как там где-то что-то было, а вот реальная лечебная реальная клиника, реальная тяжелая состояние кульминатный энтероколит, тяжелое состояние больных. Что тут? Посмотрите, это все успешное лечение, все везде. Или тогда, когда вместе с антибиотиками, или тогда, когда без антибиотиков. Но обратите внимание, в подавляющем большинстве случаев достаточно одного сеанса или двух. И в редких случаях надо больше. Это во всех случаях наблюдается. То есть в основном успех удается достигнуть одним-двумя сеансами вот этого вот трансплантации фекальной микробиоты. Или дальше давайте интеллигентно назовем трансплантации толстокишечной микробиоты. Если это и в тяжелом варианте течения, и в фульминатном. Но все это конечно как говорится поверить алгебра и гармонию. Мы хотя мы всегда немножко с осторожностью хотя мы на это рассчитываем, но всегда немножко с осторожностью говорим о рандомизированных плацебо контролируемых и так далее исследованиях, потому что больные там немножко всегда внимательнее обследуются. И поэтому хочется посмотреть помните там Evident и Real World Evidence, то есть доказательная медицина и доказательства из реального мира. Вот в качестве доказательства из реального мира недавно опубликованная работа как раз анализ результатов национального регистра по трансплантации фекальной кишечной микробиоты в Соединенных Штатах. И вот результат, как вы видите, они оценивают как высокоэффективные. То есть здесь как бы вы скажете, а что вы тогда все это нам рассказываете, это недискутабельный момент, и поэтому не надо выключать. Ну тут есть, конечно, повод для дискуссии. Но перед тем, как это сказать, я хочу сказать, что еще и экономически, вот свежая тоже работа прошлого года, ревью вот этой экономики здравоохранения, и посмотрите, какое делают авторы заключения, что трансплантация вот этой микробиоты является наиболее эффективной по принципу стоимость эффективность альтернативой при всех исследованиях. Этот метод и более эффективный, и более сберегающий, экономически более выгодный в сравнении с альтернативными лечениями антибиотиками от слова вообще. Поэтому здесь как бы сомнений особых нет. Есть сомнения и о чем ведутся дискуссии, это в отношении методов доставки. Попасть, доставить микробиоту в толстый кишечник можно разными способами. Один короткий, это так называемый нижний доступ, это клизма, куда мы вводим вот этот микробиот, продукт, который мы получаем и который называется вот этой фекальной микробиотой или колоноскопией. надо сказать, колоноскопия, вот тут хирурги меня наверное поправят, но мне кажется, это довольно-таки неприятная для больного методика, там она еще иногда и с наркозом по-моему срала, но я тут не специалист, врать не буду. Значит, и есть так называемый верхний метод, он делится на то, что вводят через трубочку вот эту микробиоту, а в зависимости от глубины это или назогастральные, или назододенальные, или даже назоюнальные зоны, ну надо еще добраться до подозвращения, до точек кишки. Вот, значит, вот об этом речь может идти. И вот посмотрите, вот метаанализ тоже, ну он это немножко раньше сделан, но тоже как бы на эту же тему. Значит, первом в верхней колоночке, вот здесь о чем мы говорим, здесь ничего нового. Здесь сравнивается эффективность вот этой процедуры трансплантации микробиота кишечника при однократном введении и при неоднократном введении. Значит, при однократном введении эффективность примерно 0,75% при неоднократном, как мы видели с вами, где-то близко к 90%. То есть ничего тут особого нового нет, рассуждать вроде как нечем. а вот нижний анализ, там эти же оценки делаются для различных методов введения. Вот это верхний путь, да, самое главное я не договорил, прошу прощения. Значит, второй метод это, конечно, введение капсул. Вот здесь дискуссия, вот здесь дискуссия разворачивается. видите, капсулы, которые вводятся парорально по сравнению с назогастральной трубкой. Ну так вот, здесь вот в нижнем, что-то тут, ну-ка, я чуть-чуть подведу, ага, в нижней части здесь идет сравнение вот этого верхнего подхода, здесь опять-таки или доденальная трубочка, или капсулы, или нижнего подхода, клизма и колоноскопия. Опять-таки, когда мы говорим об однократном введении, вот этот эффект, о котором мы упоминали, и здесь клизма явно уступает. А остальные примерно вот так же одинаково, эффективность примерно одинаковая. А вот на этом, здесь, когда это повторное введение, то я тут большой разницы вообще не вижу. Ну вот как будто бы здесь колоноскопия немножко более эффективна. Ну вот если говорить о капсулах, о доденальном вот этом зонтике, или там юнальном зонтике, о клизме, где-то тут они примерно немножко как бы близко работают по эффективности. Значит, методы введения, ну, скажем так, если клизма в плане эффекта, ну, вроде является худшим вариантом. Хотя, опять-таки, при повторных ничего тут страшного нет. Примерно то же самое, сейчас я поправлю, примерно то же самое мы видим, вот недавно тоже сделанной работе, вот она, попозже, видите, два года, да, примерно два года назад то же самое, те же самые результаты, посмотрите, 23 исследования, 1300 с лишним пациентов, в общем, эффективность при однократном введении где-то 79%, при повторных введениях 93%, вот она клизма, которая при однократном введении уступала и в том анализе, и в этом, а все остальное работает, вот посмотрите, вот это эндоскопия, видимо, имеется ввиду колоноскопия, значит, эффективность при однократном около 90%, здесь 96%, но здесь при капсулах примерно такая же эффективность, но, с другой стороны, вы сами понимаете, то ли больной вот этот зон, то ли капсулы, но есть еще один момент, вот это, вот это все надо приготовить, вот это все, что вводится, все, все, что содержит микробиоты кишечника, надо приготовить, и это приготовление, так сказать, достаточно сложное, и хранить вот это свежее вот вещество, вообще, простойки дела, считается, что если вы вводите свежее, свежеприготовленную вот эту вот фекальную микробиоту, там всего лишь 6 часов она работает, может быть использована в течение 6 часов, а вот инкапсулированная микробиота, она как бы может храниться долго, и вот из нее-то, они это говорят, когда создают банки микробиоты. Значит, это как раз еще один анализ, который показывает, что именно, речь шла именно энкапсулированный микробиот, и мы видим, что эффект общий, вот тот, который мы видели на всех предыдущих, на всех предыдущих слайдах, 80 лишних процентов, ну где-то, я думаю, где-то 85-87. Еще один момент есть интересный, а насколько вот сохраняют, сохраняется разнообразие микробиоты при различных путях введения. Вот эта работа, ну она немножко довольно давняя, но тем не менее, вот смотрите, вот на небольшом количестве сделано, сравнивались оральные капсулы и колоноскопия по разнообразию микробиоты через разные промежутки времени, от одной недели до 12. И явно вот оценивался, так сказать, индекс Шинона. Индекс Шинона определяет вообще разнообразие. В том числе разнообразие в данном случае вот этих токсономических данных, разнообразие, бактериальное разнообразие. Кажется, что это немного. Вот посмотрите, здесь 4-5, а здесь 5-6 или около 7. Но тут есть тонкость. Этот индекс это логарифмическая величина. То есть если здесь 5, а здесь 6, то это разница в 10 раз. А если здесь 5, а здесь почти 7, то это разница в 100 раз. То есть видите, и колоноскопия, и оральные капсулы явно дают большое, ведут, как мы это видели, собственно, иначе бы это не делали, к разнообразию микробиоты, и примерно одинаково это разнообразие. Но опять-таки, я еще раз говорю, капсулы, они в общем-то повыгоднее. Вот скажем, кто я такой, чтобы об этом много рассуждать. Но перед нами вот мы говорили, что последние американские рекомендации это 18-й год. А вот интересный документ, это объединенный документ Гастроэнтерологической Ассоциации и Общество Гастроэнтерологической эндоскопии Азиатско-Тихоокеанского региона. Это работа опубликованная позапрошлом году. И вот они пишут, значит, я не буду все это зачитывать, это как раз чем можно там, что можно использовать, но вот они пишут, что оральные капсулы являются неинвазивным методом и могут расцениваться как идеальный метод доставки вот этой при трансплантации фекальной микробиоды. То есть капсулы в принципе по идее выигрывают. Хотя для получения них еще надо потрудиться. Значит, весь вопрос еще вот в чем. А что положить в капсулы? Тут есть много вариантов. Вот здесь не очень хорошо показывается эта картинка, почему-то значит и никак я не могу приспособить, ни опустить, ни поднять. Ну что делать? Я на пальчиках. Значит, получаем мы сначала, то есть получаем каловые массы пациента, значит, перемешиваем их с физраствором и если мы планируем замораживать с криопротектором, например, глицерином или сахарозой, процеживаем, чтобы убрать самые крупные частицы, потом центрифугируем и сливаем на достаточную жидкость, а осадок, вот эти пеллеты, как они говорят, осадок можем использовать дальше. Или использовать его до того еще, если он свежий, или положить его в капсулы, заморозить до минус 80, и держать замороженным до тех пор, пока эти капсулы понадобятся. Вот это на нижние картинки. Или есть еще так называемые отмытые препараты микробиоты, другими словами, это используется леофилизированный метод, леофилизация, то есть леофилизация, я думаю, мне даже неудобно говорить, это в вакууме выпаривания при низких температурах. Вот если я надеюсь не оскорблю ничей взгляд, если покажу из чего все это делается, вот это первичный материал, который кстати можно вводить через дооденальный зонт, это вот то, что потом мы центрифугированные получим вот эти пилеты, а вот собственно то, что немножко получается где-то из 100 грамм там где-то около 2 грамм вот этой самой из 100 грамм каловых масс примерно где-то 2 с небольшим граммом по-моему, вот этой леофилизированного порошочка, который вот одна капсула если мы положим его примерно 4-5 капсул вот это будет примерно курс лечения который сработает однократный курс лечения значит насколько это этот метод работает мы же с вами все время заботимся о диверсификации разнообразии этой мокроты вот эта маленькая сравнительно большая работа как раз почему я об этом говорю как здесь сравнивается замороженная микробиота которая потом водится и леофилизированная ну полной идентичности и полного абсолютного равенства нет где-то немножко но в принципе немножко по-моему леофилизированная чуть-чуть менее богатая разнообразие но вполне конкуренцию выдерживает почему об этом надо говорить ну я уже не говорю о том что мы видим что оказывается эту микробиоту можно давать и даже как мне кажется включать рекомендации далеко не только когда там у больного третий рецидив идет но извините если она лучше и прекрасно работает при фульминантном течении клостридиальной инфекции то сам бог велел ее включать чуть ли не на всем протяжении вот это все процедуры когда у больного возникает первая первая так сказать первая ситуация с клостридиальным этим энтероколитом но может быть без этого можно было и обойтись если бы вот этот метод трансплантации кишечной микробиоты не исследовался сейчас это бум исследований это и естественно гастроинтестинальная патология вот это вот клостридиальная инфекция это святое язвенный колит синдром разноженного кишечника более того кардиоваскулярная патология неврологическая патология аутоиммунные заболевания заболевания онкология печень метаболический синдром и вы сами понимаете что если мы не создадим удобной формы которую больные больным не надо в тюхе прошу прощения доставлять либо зондом либо с помощью колоноскопии когда у нас будет все это уже готовое вот как раз это повод для создания как раз банков вот этой кишечной микробиоты для такого широкого использования чтобы ее было легко получить в нужное время в нужном месте не забывайте что это я же не обо всех аспектах рассказываю но ведь все эти образцы микробиоты должны быть проверены донор должен быть внимательно оценен вы представляете что делать это экстемпоры искать какие-то заболевания смотреть какой донор нам судорожно подходит это не дело надо иметь запас качественный который получен скорее всего таким методом вот поэтому мне кажется что таких два момента по ну если так уж давайте посмотрим на следующий слайд значит вот тейкопланин исходя из того что как мне кажется я говорил достоин внимания причем пристального внимания с клиникой экономических позиций трансплантация кишечной микробиоты клинический экономический эффект при клостридиальной инфекции очевиден и очень интересная перспектива а предпочтительным методом по тем представлениям которые у меня сложились является получение это требует определенного вложения средств усилий но тем не менее это оправданная ситуация и предпочтительным методом и для больного и для здравоохранения будет использование вот этого лечения капсул которым которые содержат леофилизированный материал который кстати говоря можно хранить чуть ли не при комнатной температуре и создание вот этих региональных банков я по-моему не сильно перебрал время с учетом того спасибо за внимание и терпение правда Андрей Владимирович мне загадочно улыбается значит я все-таки немножко перебрал Эдуард Анатольевич мы с вами предварительно говорили что у нас регламента жесткого нет самое главное это ну соответственно максимально поделиться информацией максимально обсудить все аспекты которые вы считаете важными спасибо большое вообще действительно интересный познавательный материал и в целом я согласен что вообще не могу на самом деле понять почему история так распорядилась что ванкомицин настолько более популярен вообще в мире чем тейкопланин да то есть ну вот так исторически сложилось ну а что касается ну вот допустим американских рекомендаций где уфидаксами цена большое достаточно место то там какой пункт еще вот есть по поводу в минус да то есть гликопептида ванкомицину в частности это то что при применении очень часто манкомицина да то есть мы провоцируем селекцию резистентных штаммов антерококов то есть вот это вот там довод это тоже имеет место быть афидаксамицин это макроциклический лактон у которого другое как бы механизм действия и вроде как нет перекрестной резистентности с другими классами классами препаратов ну конечно же он гораздо он гораздо дороже но все-таки дешевле чем без латексумаб да то есть вот вы вначале сказали какова цена интересно ну в штатах это одна доза 4000 долларов ну там одна доза и нужна только ну и кстати вы наверное знаете что вообще без латексумаб у нас зарегистрирован в стране точно точно зарегистрирован в прошлом году в 21 году если вы зайдете на госреестр рекордных средств вы там увидите без латексумаб с таким же торговым названием зенплава да то есть вот даже сейчас скажу он решение было 25 марта 21 года регистрации и дата значит окончания действия регудостоверения 31 декабря 25 года но препарат к нам не завозился вообще исходя как раз таки из фармакоэкономических соображений что ну скажем так для России стоимость сильно ниже делать не собирались и поэтому соответственно решили что экономически нецелесообразно вообще препарат сюда сюда к нам завозить на самом деле вот касательно фекальной трансплантации вообще в тех же самых штатах есть отдельно даже отделение такие фекал трансплант юнит да то есть отделение фекальной трансплантации я абсолютно согласен что конечно же если уж говорить о фекальной трансплантации то капсулы это гораздо более эстетично непросто да то есть для пациента и для и для персонала я так понимаю что у нас вот в РФ с капсулами некоторая есть нераспространенность да то есть такого подхода пока нет но там есть конечно есть определенный слор я еще раз говорю надо очень это и выгодно потому что от одного донора здорового заведомо здорового донора можно получить материал который так сказать но можно использовать у нескольких пациентов ну да даже есть такие подходы когда вообще вот живет человек вот пока он здоровый да то есть вот складывают его фекальную микробиоту значит прозапас и потом если вдруг что-то случается вот из его же да то есть изначально это фекальные микробиоты делают потом вот соответственно материал для этой фекальной трансплантации ну а так еще конечно же нас я думаю ждут в плане терапии инфекции возникло последнего дефицита или ну достаточно интересные изменения в плане препаратов потому что скажем так на разработке находится достаточно много да то есть вот на третьей фазе уже в заключении третьей фазы находится реденилоазол это бис бензин демиазол у которого очень интересная есть характеристика это значит ранний быстрый бактерицидный эффект то есть при его действии не успевает в основном дефициле значит сформировать споры и поэтому число рецидивов вроде бы вроде бы меньше да то есть это будет уже скоро очень ну то есть сомнений в том что препарат будет зарегистрирован очень немного на самом деле вот этот и соответственно есть еще на второй фазе четыре препарата да то есть четыре препарата которые разрабатываются имеют те или иные потенциальные потенциальные преимущества но к сожалению у нас вот даже федаксомицин да то есть вот думали регистрировать или не регистрировать все таки он к нам в страну в страну не попал да то есть поэтому действительно вот мы здесь из препаратов смотрим в основном на гликопептиды, и тут, согласно, совершенно антикопоанин, он, по идее, точно не должен быть хуже, чем банкомицин, а, возможно, и лучше. Тут есть один вопрос. Не очень понятно, чем капсулы отличаются от обычных пробиотиков. Сильно отличаются, на самом деле. Эдуард Анатольевич, прокомментируйте. Нет, ну, дело в том, что пробиотики, они, скажем, содержат один микробный штамп, как правило. Хотя здесь мы даем полноценную, суммарную, которую не слишком удается повторить в лечебном варианте, мы даем суммарную сумму той микробиоты, которая конкурирует с клостридиодифицилией. И, видимо, поэтому эффект круче. Как раз ведь дискутируется, вот когда смотрим материалы по лечению вот этой клостридиодифицилии, клостридиодифицилии, инфекции, там же есть много работ по пробиотикам, но пробиотики, в общем-то, не оказались на сторону, даже близко не проявили той эффективности, которую дает вот это микробиота. поэтому, собственно, люди пытались это сделать, думали об этом, но пока что вот такого яркого эффекта, который этот метод дает, плюс к тому, что, ну, собственно, да, и сейчас можно, даже не получив капсул, можно тот материал, который имеется, вводить, и вводят его в клиниках у нас, но он явно более эффективен, чем пробиотик, особенно в данном случае. в пробиотике вообще он у нас, так сказать, имеет после себя ряд вопросительных знаков, поэтому это вот такое, вот это только то, что я могу ответить. Да, абсолютно согласен, вообще восстановление микробиоты, это, безусловно, перспективное направление, и, конечно же, применение пробиотики, которые у нас имеются, это очень, очень симплифицированный подход, да, то есть, вводя там один, ну, или комплекс из двух, трех, допустим, каких-то штаммов, конечно же, это не то же самое, что вообще, да, то есть, вот состав микробиоты, потому что, допустим, один микроорганизм не может хорошо существовать без продуктов жизнедеятельности, допустим, другого микроорганизма, ну, и так далее, да, то есть, соответственно, вот фекальная трансплантация, она обходит эту проблему, несмотря на то, что мы, вроде бы, много уже знаем о фекальном микробиоме, но все-таки далеке от того, чтобы делать такие вот официальные, стандартизированные препараты с таким большим комплексом содержащихся там микроорганизмов. Надо понимать, что это не только бактерии еще, то есть, там же еще есть и вирусы, те же сафаги, точнее, и вообще микробиоты это рассматривается как орган, отдельный орган. Вообще, надо беречь микробиоту и как можно меньше применять антибиотик. С этого начинается, конечно. Вот я не сказал, но бы те же рекомендации, вот, провели, а первую верхнюю строчку не прочел, но там написано по возможности убрать или поменять антибиотик, который спровоцировал вот эту диарету святое, то, как говорится, здесь нет дискуссии. Золотые слова, антибиотики не нужно применять, когда они не нужны. Когда они не нужны. Когда они не нужны. Надежда Анатольевна, я вас персонально приветствую. Я очень рада вас видеть, Эдуард Анатольевич. Очень рада. И слышать, и видеть. Ну вот, я вижу, от аудитории вопросов нет, хотя есть замечательный комментарий, тема интересная. На самом деле, вопросов очень много, поэтому будем самостоятельно дальше изучать вопрос. Ну, хорошо. И, кстати, вот самостоятельно изучающий вопрос, если вы почитаете, что вы нашли что-то очень интересное, то есть у вас есть о чем поговорить, пожалуйста, выходите к нам на связь, можем включить вас в повестку наших разговоров про инфекции и антибиотики. Надежда Анатольевна, у вас есть какие-то еще вопросы или комментарии дополнительные? Нет, Андрей Владимирович, мы все обсудили, но то, что тема антибиотико-ассоциированные с ДРА очень актуальна, особенно у больных в критическом состоянии, их очень много, и у нас буквально недавно погибла пациентка от клостериальной инфекции. Поэтому скажу только то, что сказала, надо аккуратно, бережно относиться к собственной микробиоте, и как можно меньше применять антибиотики, там, где их не нужно применять. Надежда Анатольевна, а можно задать вопрос? А вы попробовали вот эту вот транспорт? Нет. Нет. Ну, дело в том, что если это уже прям псевдомембранная микробиотика... Нет, там была развернутая полиорганная недостаточность, тяжелая водно-электролитная нарушение. Ну, а вообще, уже так вот в плане, в плане ремарки, значит, человек лечился от ковида, соответственно, всем букетом, вот которым можно лечиться, выписалась, выписалась, дома началась диарея, она поступает в инфекционное отделение, и ей там лечат энтероколит еще неделю цевтриаксоном. То есть, в принципе, никто даже не подумал о том, что это самая... А это типичная ситуация. Поступила она, по сути дела, в терминальном, в общем, состоянии. То есть, надо помнить о том, что это такая проблема. фитальная пазмитация уже не поможет, да? Это надо... Я обратил внимание, вот я... Мне приходят на анализы такие истории ковидных пациентов, которых... Ну, мы знаем, как их лечат антибиотиками, и в скольких процентах это реально нужно, а в скольких процентах это реально не нужно. И вот эта вот диарея у них мелькает сплошь и рядом. Окей, проблема действительно актуальна. Я думаю, что мы к ней будем еще возвращаться. Эдор Анатольевич, огромное вам спасибо. Действительно было интересно. Надежда Анатольевна, спасибо, что вы нашли время послечиться к нам для дискуссии. Ну, и, конечно же, благодарим наших коллег, которые смогли... которые проявили интерес и подключились к нашему сегодняшнему вебинару на пике. Насколько помню, у нас было 127 подключений. Да-да. Что, считаю, достаточно неплохо. Ну, и если Эдор Анатольевич не возражает, то, как всегда, мы разместим вот нашу... запись нашего мероприятия на YouTube-канале нашей ассоциации. И, соответственно, кто не успел посмотреть, что-то пропустил, смогут, соответственно, ознакомиться, да, то есть, когда им будет удобно с этой информацией. Эдуард Анатольевич категорически не возражает. Спасибо большое. Спасибо. Конечно, я понимаю, что это не очень, может быть, правильно в прямом эфире задавать такой вопрос, но я был уверен, что вы... Не возражать. не будете. Да. Коллеги, ну, на этом предлагаю закончить наше сегодняшнее мероприятие и приглашаю всех подключиться к нам в следующий четверг. Мне кажется, тематика также, она интересная и касается взаимодействия микробиолога и клинициста, да, то есть, как построить правильную модель взаимодействия микробиолога и клинициста. Так что, до следующего четверга. Всем спасибо, всем хорошего вечера. До свидания. До свидания. Всего доброго. Спасибо организаторам. Субтитры создавал DimaTorzok